Я хочу поговорить о Мессии в обетовании Божьего плана. Хотя неважно, как мы думаем о проблеме, но на самом деле это важно. Многие думают о пророчествах о Мессии, как о исполненных и неисполненных пророчествах. Я думаю, что те люди, которые писали Писание, они думали по-другому. Они видели эту постоянно продолжающую историю, центром которой являлся Машех. Поэтому мы говорим, что в доктрине о Машехе есть три важных пункта. Первое обещание – Слово. Второе – это его способы исполнения обещания в истории. И третье – это исполнения, которые произошли впоследствии. Мы, кое-кто, кто имел на меня влияние, описал… Описал эти принципы в 92-х лекциях. Как мы уже сказали, обещание о Машехе начинается с самого начала Писания. Многие люди пропускают БТС с 1 главы до 11. Но это одно из самых главных периодов глубокой работы Бога. Некоторые люди, которые струб в дом находят в принципе упоминания Машехе в Танахе, А здесь говорится об одной из самых престижных школах, о которых мы предпочитаем здесь молчать. С одной стороны, есть подход таким образом, что берут все, что написано в Новом Завете об Ешо, и ищут эти пророчества в Танахе. Теперь вопрос, посмотрел ли Матфей в контекст еврейских писаний, когда писал об исполнении мессианских пророчествах. И я вам могу сказать, что об этом вопросе спорят много теологов. И один из теологов сказал, что каждый из тех в Танахе, он, в принципе, его нужно заново истолковать в понимании Иешуа. Я спросил, каждый стих в Танахе, он сказал, да. Я спросил, что насчет «не варей козленков в молоке матери и его дам». Это связано с Иешуа, и он сказал, да, если глубоко посмотреть, то да. Потому что написано об этом во Второзаконии. Другой стих, где говорится «Том, не загрожай рта у вола молотящего». И он говорит, это тоже связано, потому что если ты заградишь рот, то он будет ходить по кругу и сойдет с ума. И это стихи не относились к неделе, когда мы особо думали о животных. И эти стихи относились больше к людьми, которые занимаются сельскохозяйством, а не к самим животным. Чтобы человек, занимающийся сельскохозяйственной деятельностью, был с открытыми руками и мог поделиться чем-то. И он говорит, что это можно отнести к людям, которые с открытым сердцем и открытыми руками должны приносить от своих плодов пастору. И это еще один пример того, что Божье Слово актуально и в сегодняшние дни. Бог дал несколько обещаний в БТС с 1 по 11 главе. Я уже сказал вам, как в 3 главе «Бог дал обещание, что с семени Адама он даст Искупителя». И в 9 главе написано об обетовании, что Ефет будет обидать в шатрах. Потом также Бог обещал Аврааму, что Он даст ему благою весть о наследии Евангелия. Есть также другие события, которые очень важны. Удивительно, один приходит от языческого пророка, который не был евреем. Это Балам, который жил там, где живут современные курды в северном Ираке. Этот текст доказывает, что ослы умнее людей. Вы помните, как они пришли к Нему, и Господь сказал, «Нет, вы не можете пойти и проклясть их, потому что этот народ благословенен». Поэтому царь Муавский решил, что его просто нужно купить подороже. И он пришел и вернулся к ним с более высокой ценой и с более важными представителями для того, чтобы дать ему понять, насколько для него это важно. Но Балам сказал, «Я спрошу Господа, что мне делать». И Господь сказал, «Если они придут к тебе еще раз, иди вместе с ними, но не приходи, не иди с ним, если они не будут приходить еще раз». Но он настолько был в нетерпении, что он уже приготовил своего осла и с самого утра ждал их. И вот представьте себе большую очередь ослов, и пророка, который возглавляется своим ослом, и люди на ослах красиво богато одеты. Я думаю, что если бы была сопровождающая музыка, путешествие было бы великолепным. Помните, как он справлялся с этими проблемами, когда, во-первых, осел пытался сойти с пути, в кусты пытался зайти. И помните, как вокруг подумали уважаемые люди, которые сказали, что он не может справиться с ослом, как он справится с двухтысячной армией. Он подошел к стене против стены, и он сказал, «Якс!» И отправился всех из-за стены. Он говорит, что это в маржине. Потом осел прижал его к стене, и все закричали, «Так у меня написано». И в конце концов, ангел Господень появился перед ослом, и осел пришлось остановиться. И Валаам сказал, «Если бы у меня был меч в моей руке, я бы убил тебя. Разве ты не мой осел?» И осел сказал, «Да». И я удивляюсь. Обычно, если бы у тебя осел заговорил, наверняка ты бы удивился и спросил, «Неужели я слышу то, что я слышу?» Потом Господь открыл глаза этого языческого пророка, и он видел ангела Господня, который стоял на его пути. И это остановило его. И потом, когда он, в конце концов, три или четыре раза пытался пройти, он пытался проклясть народ Израиля. Но Господь сказал, «Еще раз и еще раз, ты не можешь проклясть этот народ, потому что я уже благословил их». И тогда Валаам сказал, «Хорошо, я тебе дам пророчество бесплатно». Он сказал, что будет обетованный царь, который придет в будущем, и его пришествие на эту землю, перед этим будет появиться звезда. Это единственное место, где связано приход Мессии с появлением звезды. И пророчество, которое в Михеи 5 главе помогло понять мудрецам-астрологам, что речь идет именно о той звезде. Они поняли, что тот, который придет, он будет звездой и царем и мессией всех народов мира. В конце книги Бытия, опять-таки, Яков дает благословение двенадцати коленам. И он говорит, что с колена Иудина придет кто-то, который будет царем. И люди спрашивали, кто этот Шайло? Разве это не название города, или какой-то гражданской войны, или города в Соединенных Штатах? Но есть толкование в Пророке Иезекииле, где написано, что это тот, который будет держать в своей руке права. И написано, что все будет принадлежать ему. И они говорят, народ благословенный, который будет иметь правителя, исходящего из колена Иудина, и который принят Божье Царство. Сложно понять, где поместить книгу Иова. Исследователи думают, что Иов был между две тысячи и две тысячи, или тысячи семьсот лет до нашей эры. И в любом случае, в этой книге есть, по крайней мере, четыре призыва прислать кого-то, кто будет подобен Мессии. Во-первых, это было в ответе Белада, который говорит, что он ждет кого-то, который будет защитником, каким-то образом адвокатом, который будет представлять его перед Богом. И Иов, 9 глава, 23 стих. И во втором месте написано, что Иов ждет свидетеля с небес, которым будет его адвокатом. И в Иове, 16 главе, 19 стихе написано следующее. И впоследствии Иов говорит о ком-то, кто может быть его искупителем. Он ждет кого-то, кто будет его искупителем и царем. И Он сказал, «Я знаю, что мой искупитель жив, и этими двумя глазами я буду смотреть на него». В Иове, 19 глава, 23 стихе. Возможно, может быть еще одно описание Иова относительно Мессии. В Иове, 33 главе, написано... Там Иов говорит о ком-то, кто... Отпишет, что происходит в его жизни. И все это для того, чтобы опять и опять показать, что Бог продолжает свою программу относительно обетований. Впоследствии, после того, когда Моше умер, и вместо него встал Ишуа-бен-нун, Бог использовал его для того, чтобы изгнать хананеев с этой земли. Не в первый раз Бог сделал это с этой землей, как и со многими другими землями. Вся недвижимость на этой земле и весь земной шар принадлежит Богу. Поэтому все страны, которые даны народам, это не принадлежат им, а принадлежат в качестве подарка от Бога. Но приходит время, когда определенный народ или люди не послушаются Богу, идут против Его закона, и тогда Он начинает судить их. И в Бытии описано, что Бог ожидал 400 лет, когда исполнится чаша гнева против Ханане. И как ждал Бог беззаконий всех народов, когда эти беззакония перейдут черту, когда Бог скажет, «Вы больше не можете жить здесь и должны покинуть эту землю». И тогда Он изгоняет их из этой земли. Я однажды говорил, я только что вспомнил, один вопрос мне задали во время перерыва. Я говорил на народах Ханана. Я упомнил, Амариев, Ихитеев и Иосиф. Я пытался спросить, есть ли кто-то из этих народов, которые остались в живых, и когда... Моя внучка, которая услышала проповедь, сказала, «Дедушка, ты упустил один народ». И я спросил, и что же я... И что же я упустил? И она сказала, упустил обезьянок. Эти обещания, которые Бог дал Самуилу, маленькому мальчику, который был дан Анне в Первом Царстве. И благословение, которое приходит в этом отрывке Писания, повторено в благословении Марии, которое она произнесла в Новом Завете. Поэтому во время правления Самуила как судьи, мы видим в первой главе, что Бог отверг его и избрал Давида. Это было обещание, которое пришло через Валама в книге чисел. Звезда придет с Иакова из народа Израиля. И опять-таки Машиах написано в Ашехе, что он будет судье и царем. И это будет правление над всей землей. Есть еще один отрывок Писания, который я должен упомянуть. Это в Исходе 19 главе 6 стихе. Там написано, что весь народ будет назван народом священников, царственным священством. Этот аспект осващен пророком. И в первом царстве написано, что Бог даст верного священника, который будет служить верно, согласно Божьему разуму и Божьему сердцу. Его назвали верным священником в этом тексте. И он продолжает это обещание во втором царстве, указывая на то, что Давид был таким человеком. И что Бог отдаст ему царство и династию, которая будет принадлежать, которая будет во веки веков. Восемь раз написано во веки веков. Но многие пропустили важный момент. Это имя, которое упоминается пять раз. Нигде больше оно не используется, кроме царств и паралипоминон. Это имя Юд-Хей Вав-Хей используется только здесь. Пять раз. И в Бытие, в пятнадцатой главе, когда обетование было дано Аврааму, он сказал «Я Господь Юд-Хей Вав-Хей». И теперь в Бытие, пятнадцатая глава, и второе царство, где упоминается то же имя пять раз. Поэтому есть что-то общее с заветом Авраама и заветом Давида. Теперь мы перенесемся к Писаниям и продолжим искать мессианские доктрины. Есть два очень важных псалма. Это восемьдесят девятый. В восемьдесят девятом псалме есть двенадцать обетований, которые Бог дал Давиду. династию, трон и царство, которые будут вечными во веки веков. И в сто тридцать втором псалме три символы описывают Машиаха. Его называют «Рогом», «Агнцем» и «Назареем». Это дает связь ясную между Давидом и Машиахом. Самый пространный материал о Машиахе находится в псалмах. По крайней мере, сто один стих в псалмах описывают Машиаха. И тринадцать разных псалмов имеют в себе отражение Машиаха. Мы уже говорили о двух, девяносто восьмом и сто тридцать втором. Но два псалма описывают Машиаха как завоевателя и восседающего на трое. Два псалма уже говорят о Мессии, которого предают. Двадцать девятый псалм. И два псалма говорят... И два псалма очень важны. Двадцать второй псалм особенно важны. Это очень важно понять еврейский перевод. Там написано, Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня? И смысл в том, что Бог — это мой Бог. И тот, кто может наживать живого Бога своим Богом, он чувствует, что сам Бог освободит его. Это выражение «Живущий Бог» — это моё самое любимое в двух заветах. Сорок раз упоминается в Новом Завете, сорок раз в Новом и четырнадцатый раз в Ветхом Завете. В Новом Завете написано первый раз, что вы от идолов отвернетесь, написано в Фессалонике, с Фессалоникийцем, что вы отвернетесь от идолов и будете служить живому Богу. И моё любимое описание — это 1 Царь 17, где описывается история Давида и Голиафа. Вот великан Голиаф идёт, огромный такой, и говорит, дайте мне моего противника, я буду с ним сражаться. Возможно, он был некто с мессианского собрания Соединённых Штатов. И он поносит имя Святого Бога, и Давид говорит, я не позволю тебе делать это. И вот отец Давида послал его навестить троих братьев, которые были на войне. В шалах гвинут, азамаю, к неребо, эзор, ше миятерим гвинута, в Америке. И вот он увидел этого человека, и услышал, как он поносит живого Бога, и Давид сказал, я не позволю тебе делать это. И он говорит, что никто не может выйти и сразиться с этим человеком. Ни Шауль, ни Йонатан, никто не хотел выйти и сражаться с ним. Поэтому Давид сказал, я пойду сражаться с ним, и вы можете увидеть, что его трое братьев, наверное, взялись за головы и сказали себе, что он о себе думает. И вот они дели его во все оружие, и Давид сказал, нет, я не могу взять все это на себя. И снял с себя все оружие, и он взошел на долину и взял себе пять гладких камней. Что эти пять гладких камней значат? Есть некоторые пасторы, которые знают, что за пять видов, но я не знаю. Может быть, пять, потому что пять поместилось в его сумку. Может быть, пять, потому что пять поместилось в его сумку. И он взял этот один камень, поднял его, и сказал, «И вот я иду против тебя во имя живого Бога». И последние слова Голиафа были, никто бы никогда не подумал, что таким образом меня победят. И вот этот вот титул «Живущий Бог», что Бог — это не философия, это не доктрина, это не идея, а это «Живущий Бог», против которого я выступаю. И в 22-м псалме написано, это прекрасный псалом, во второй части говорится о воскресении и о Божьем обетовании прийти и воскреснуть из мертвых. Я упоминал уже 16-й псалом, который говорит о том, что Давид предвидел воскресение Машеха за тысячу лет до того, как это произошло. В 40-е и 45-е псалмы также являются мессианскими. И 6-й псалмы и 72-й псалмы провозглашают мессию, который будет правящим царем. Но потом мы переходим к пророкам. Я не уверен, но, по-моему, в 19-м веке до нашей эры жил в Йоэль. И я думаю, что учитель, который называется в Йоэль, 23-й псалмы, это Мессианскими. Там описывается об учителе праведности. Мо-ре, здесь, это тот, кто учит, хотя некоторые пытались перевести правит, потому что еврейские слова на еврите похожи между собой. И здесь все-таки упоминается тот, кто учит. И потом говорится об учителе, который учит, а потом написано, что он правит. В 8-м пророк 8-го века, который тоже является важным. Это Михей, в его книге, в 5-й главе, написано, что Мессия родится в Вифлееме, что мудил לנו, что Мессиах нолад в Бетлехе Мефрата. И его называют... Написано, что Мессиах, он тот, который прорывается. И один из величайших пророчествах... Это Амос 9-я глава. Это пророчество очень важное, потому что то, что здесь имеется в виду, это относится к Мессии и к будущим дням. Амос 8-й. Стих 11-й. В тот день я восставлю скиню Давида, падшую, заделаю трещины в ней и разрушенные, восстанавливаю строю, как в дни древние, чтобы все народы овладели остатками дома. И тут написано, что дом Давида разрушается и строится заново. Но Бог обещал, что Он восстановит его. Я не знаю, почему английский перевод таков, что не видно, что здесь написано в мужском роде, но важно читать это в мужском роде. Здесь в оригинале имеется в виду южное и северное царство. И Он восстановит его разрушенные стены. И Он перестроит ее, а это написано в женском роде. И здесь имеется в виду ее палатку, сукку. И потом Он говорит, чтобы они овладели остатком. Ламан ершует, что ерит Адам. Или мы должны читать это, Адам, что ерит Адам. Олай это, что ерит Адам. Возможно, имеется в виду Адам или люди. Есть некоторые трудности перевода с еврита на английский, где, когда меняется род, в котором переведено, мереняется значение. Например, разница между Далит и Ют в то время практически не наблюдалась. Разница в значении становится огромной. Например, упоминаются все народы. И потом здесь в Аф, которая написана, показывает на все народы, которые будут называться моими именем. Это один из отрывков Писания, который использовал Аков в Иерусалимском. В Совете была группа, которая пыталась ассимулировать некоторых язычников. Они поверили в Яшуа, но это были проблемы. Как нам все это вместе создать и сделать из него общим? Это не было древней проблемой. Это и проблема современных дней тоже. Петр дал свою точку зрения, и Павел свою точку зрения. И они развили как бы личную теологию. И они не использовали власть Писаний. А в Деяниях 15-й главе Яков сказал им на основе Писаний. И Яков сказал, «Посождите секунду». Это было в Божьем плане, что язычники тоже обратятся к Машеху. Не забывайте, что в то время церквей не было. У них были только мессианские собрания. И вдруг они приходят к выводу, что они возьмут за основу четыре основы, которых вы сегодня увидите в Деяниях 15-й главе. То, что здесь интересно, что это напрямую связано с династией, с домом, с Суккотом, с Киней Давида. Это удивительное пророчество. И это пророчество, которое нужно слышать сегодня. Потом мы переходим к великому пророку Исаии. Я верю, что доказательства очень ясны того, что Исаия был пророком 8-го завета, до нашей эры. Они один из трех, которые утверждают некоторые ученые. Некоторые специалисты думают, что они могут отнести великие пророчества к Писаниям и не объяснять их значение. Но, несмотря на это, текст является очень явным и ясным. Исследователи думали, что будет перерыв между 39-й и 40-й главой, но перерыва не было никакого. Однако, это прекрасное свидетельство того, что Бог собирался делать. В 4-й главе пророки Исаии, Здесь обсуждается Ветвь Господа Каком-то, который придет, Тут говорится о отрасли Господа, написано в 4-е 2. «В тот день отрасли Господа явятся в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израилевых. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут называться святыми все, кто записан для книги жизни в Иерусалиме». И Господь омоет скверно дочери Сиона и очистит кровь Иерусалима и среды во Духом Суда и Духом Огня. И 5-й стих «И затворит Господь над всяким местом Гарисион и над собранием ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи, и над всем чтимым будет покров». И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогоды дождя. И нужно связать это со второй главой. Из книги Исаия, где написано, 2 глава, 2 стих «И будет в последние дни гора Дома Господнего будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить его стезями. Ибо из Сиона выйдет закон и Слова Господа из Иерусалима, и он будет судить народы и обличит многие премена, и перекуют мечи свои наорала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на грот меча, и не будут более учиться воевать». О, дому Якова, придите и будем ходить во свевите Господнем. И самое прекрасное из этих пророчеств – это Исаия, 7 глава. «Где Ахаз дает возможность ответить Господу, и Господь говорит, «Попроси знамение». «Ахаз не хотел просить знамение, потому что он уже послал посла послов». И он попросил помощи у других народов. Он не хотел присоединяться к двум северным царям – сирийскому и самарийскому. «Но он хотел увидеть этого языческого царя, который будет сражаться за него». И пророчество говорит, «Попроси у Бога чудо, попроси знамение». И он говорит, «Я не буду искушать Господа, не буду проверять Его». Но Исаия говорит, «Сам Господь тебе дает этот выбор». «Господь дает тебе эту возможность бесплатно». И потом пророк говорит, «Хорошо, тогда Сам Господь даст вам знамение». «Сидевого чрева, примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Это седьмая глава, четырнадцатый стих. Удивительным образом это продолжается. И говорится, что прежде чем этот мальчик научится говорить «мама» или «папа», или будет разуметь «доброе» или «злое», в моем переводе это «до того, как он пройдет бар-митсву», я буду сам сражаться за вас. Я позабочусь о вас. И тогда вы спрашиваете, какая связь между этими словами и мессианским пророчеством? Я думаю, что здесь есть дальнее исполнение и близкое исполнение. Возможно, я не уверен, но возможно, что этот сын, который был рожден в то время, возможно, это был Иезекия. Но он указал на того, которому имя Иммануил. И мы знаем этого сына, который отличается из-за имени, которое дано ему в девятой главе. Он говорит, что нам младенец родится, и сын дан нам, и имя Ему будет. Прекрасное имя. Отец Вечности, Чудный Советник, Князь Мира. Какое имя! Имя Чудный. Одно из имюн, которое упоминается 13 раз в Танахе, имеется в виду кто-то, кто может производить чудеса и великолепные вещи, которые не может делать обычный человек. Это то, что сказал Бог Саре, которые сказали, что у нее будет сын. Она посмеялась, она сказала, у меня будет сын. Это смех. Она подумала, что это шутка. Но Бог сказал, нет, дорогая, это не шутка. Ты назовешь его Ицхак. Я думаю, что чудный советник, это одно имя, не два. Чудный советник, это одно имя. Написано, могущественный Бог, Бог Крепкий. Это уже чудесное имя. Потом тут говорится об Отце Вечности. Что это за мальчик, который является Отцом Вечности и Князем Мира? Мы можем продолжать, потому что Исайя наполнен. И самая любимая глава моя, это 40-ая глава. Тут написано, «Утешайте, утешайте народ ему, говорит Бог наш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его». И потом, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему». Всякие долды наполнятся, и всякая гора Ихомда понизится, и кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Это стих для трактора. И он говорит о том, что если есть какие-то кривизны, все выправится, и все будет гладкими. И мы учим и проповедуем. Потом в пятом стихе написано, «Явится слава Господне и узорит всякое плоть спасения Божия, ибо уста Господа изрекли это». И когда мы говорим, то это очень эмоциональные отрывки Писания, и когда мы хотим сделать акцент на славе Господа, мы не должны забывать, что слово «слава» – «кавод», оно однокоренное слово, слову «тяжесть» – «кавед». И только впоследствии мы можем поднять руки, потому что, во-первых, это тяжело, и только во-вторых, Бог освобождает, и мы можем поднять руки и дать славу Господу. И потом этот текст продолжается, и в другом месте написано, что трава засыкает, свет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. «Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава». И в девятом стихе написано «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион». «Возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». «Потом он продолжает, чтобы показать три великих…» «Сравнения, которые превышены всех сравнений, которые относятся к самому Богу, которого нельзя сравнить ни с чем». «Богу невозможно сравнить ни с чем». «В десятом и по семнадцатый стихи тут написано, что невозможно сравнить силу Господа ни с чьей другой силой. И как десятый и одиннадцатый стих он использует для того, чтобы показать нам то, что он собирается говорить впоследствии. «Он говорит, вот Господь Бог грядет силой, и мышцы Его с властью». «И награда Его с Ним, и воздаяние Его перед лицом Его». «Бог не может, личность Бога не может сравниться ни с кем». «И потом в одиннадцатом стихе Господь сравнивает себя с пастырем. Он говорит, как пастырь, он будет спасти стадо свое, агнцев будет брать в руки и носить на груди свои, водить дойных». «Потом двенадцатый и семнадцатый стихи». «Мишу פה хишев, это нефах של шевет айамин». «Он сказал, что... Он сказал, что все семь океанов — это как вода, которая в твоей руке». «И он говорит, какой-то странный счет». «И он говорит, потому что невозможно сравнить». «Если вы подумаете о великом святом Боге, то это то, о чем вы должны думать, как семь океанов и небольшое количество воды, которую вы можете взять в свою руку». «И вы говорите, мне не важно океан, я люблю небеса». «И он говорит, ну хорошо, если вы возьмете небеса и пытаетесь их взять двумя пальцами, и тогда вы можете понять, какая разница». «Если вы сравниваете земное со святым Богом». «И он говорит, что это может быть, как разница, как разница, как разница, как разница, как разница». «И он сказал, что может быть, если вы посмотрите на страны...» «Он говорит, посмотрите на Эверест, насколько он высок». «И он говорит, если мы взвесим горы, то вес не будет значительным. О чем мы думаем, когда мы пытаемся сравнить святого Бога с земными вещами?» «У нас нет ничего на земле, что мы могли хотя бы немного сравнить с ним». «И когда мы думаем о наших больших проблемах, то мы представляем Бога маленьким». «Мы оцениваем его неправильно в нашем отношении, в наших молитвах, потому что он намного более великий». «И было ли такое, когда кто-то из нас помогал Богу? Приходил ли Бог кому-то из нас советоваться? Ко мне, например, Он не приходил». «И тут написано, нуждается ли Бог в нашей мудрости?» «Вот здесь пять вопросов, и в пятнадцатом стихе он дает три сравнения, пятнадцатый стих». «Он говорит, народы, как капля из ведра». «Я могу вам дать запись всего...» «Я могу вам дать проповедь, целую проповедь о могуществе Соединенных Штатов, или о могуществе Путина, и она заканчивается одним кликом. И это вот то, что значит «все народы» для него». «И он говорит, итак, кому вы уподобите Бога?» «В восемнадцатом стихе». «И какого подобия найдете ему?» «Например, вы скажете, окей, может быть, у меня дома есть идол, и, возможно, я могу сравнить его с ним». «И он говорит, идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, ищет себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо». И в двадцатом стихе описывается это. «Написано, что если у тебя есть возможность, то сделай сам себе Бога, а если ты недостаточно искусен, то найми кого-нибудь». И в двадцатом стихе написано, что «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча перед Ним». «Он распростер небеса, как тонку ткань, и расткинул их, как шатер для житья». «И он говорит, что он живет, он сидит на троне». «Кто-то может процитировать, что Бог уже знал, что земной шар – это круглый шар». И вы можете сказать, «Окей, а как насчет царей, и министров, и премьер-министров, и президентов?» Он говорит, «Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому». «И есть много известных мировых лидеров и Каддафи, и многих других врагов, и где они сейчас?» «И сейчас их нет». «Поэтому один, еще один, в 25 стихе написано, «Кому же вы уподобите Меня, и с кем вы сравните, говорит Святой». И он говорит, «Он тот, который звезды называет по имени». «Что больше, людей или звезд?» И он говорит, «Конечно, больше есть звезд. Их триллионы». «И все-таки Бог знает каждую звезду по ее имени. И вот к чему я веду. Откуда, как я знаю, что Он знает Меня по имени?» Для него это не такая задача большая. И вот он говорит в 27 стихе, «Как же ты говоришь, Яков, и высказываешь Израиль, «Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». «Бог – это Бог надежды, и Он тот, который дает силу». В 29 стихе написано, «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дейрует крепость». И тут написано, что «Утомляются, и юноши ослабевают, а молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, и потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Когда вы встаете, когда вы становитесь более пожилыми людьми, то вы скажете, «Вау, это благословение». Но откуда можно взять такие дары? И эти дары находятся у Небесного Отца. Я хочу здесь закончить этот отрывок Писания. Великое обетование 7 века – это обетование пророка Иеремии. В Еремии 23 главе написано, что «Мессия будет из колена Иоудина». И в 6-м стихе, Иезекиил и Даниэль. Иезекиил был в изгнании, так же, как и Даниэль. Мне было очень трудно научить моих студентов произносить имена трех друзей Даниэла. Поэтому я нашел способ облегчить и перевести их имена на более понятный язык. Но, в любом случае, обетования Бога продолжаются в 5-м стихе в пророках Захарии и Айгее. Я однажды был в штате Охайо, вышел на сцену, и меня парень спросил. «Из какой книги ты будешь это учить?» Я сказал, «Из последней книги Ветхого Завета». Потом я подумал, что «Вау, я нашел себе проблемы на голову, потому что он начал искать что-то в своей Библии, и моя мама не была там, поэтому это было прекрасный выбор, который нравится всем мамам». И он сказал, «Он представил меня так, как наш лектор сегодня будет говорить о книге Малачи». И я сказал, «Я так рад быть здесь». И я сказал, «Вау, как я рад здесь говорить об итальянском пророке Малачи». Если доктрина о Мессии, 6 тысяч стихов, практически одна треть Танаха Ветхого Завета указывает нам на Машеха. И 27% Нового Завета уже исполнены. И это дает нам уверенность в том, что пророчество о Мессии – это истина. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...